Хамильчане Наталье и Виталий Краученке разом уже 9 годов. У молодых мужей и женки свое властное захопление. Женщина выучая журналисты, купишь артикулы в газету и наведывая богословские курсы. Хобби Виталия мы это на зеранне, а ли есть и огульная на двоих справа. Яны выховывают трехгадовую Ксению и навучают специальным умением, четырехлапую Сандру. Яна – незаменимый помощник и сябра. А у Чарка Павадыр мае устойливый инстинкт няньки. Звоночек нашей Сандры дает сигнал дорослым, где их дочка. У нас в Беларуси собак Павадырей не учат, их в России учат. Нужно покупать у них овчарку за 30 тысяч долларов, а Лабрадор чуть дешевле за 20 тысяч долларов. Мы пока занимаемся частным кинологом, которая эти курсы в России прошла. Так что у нас с Сандры экспериментальный пилотный проект, пока неофициальный. Для семьи Краученко, где обо два дорослые мают проблемы со взроком, эта околичность не стала трагедией. Больше затое – янызвычайная семья, якая только крыху, одрознивается от среднестатистичной. Я не чувствую такой вот особой разницы, какого-то барьера, что вот я там незрячая, я живу где-то там во внешнем обществе. То есть этого нету на самом деле. Мы живем и живем. Вот как обычно, обыкновенная семья, обыкновенная. Поэтому, когда просят рассказать, вот расскажите, как вы живете, я даже не знаю, что рассказывать. Ну, как любая семья, семейные будни, бытовые моменты, какие-то радости семейные. Гомельская региональная организация «Белорусское товарыство инвалидов по зроку» объедновывая коля 1700 слабоведущих из усим слепых людей. Деяность громадского объединения накерована на садяничание интеграции г этой категории громадян у социум, притягнение их до активной працованной и громадской деяности. Дмитрий Герашченко – инструктор по культурно-массовой и спортивной работе. Миновата от его умения захопить людей залежить бадерость духу, членов Белорусского товарыства инвалидов по зроку. На угол, как с гонором, признается старшиня Гомельских областных объединений. Люди с порушениями зроку не привыкли сядеть, склавши руки. Ци инвалиды, которые по трудовой рекомендации могут работать и приносить пользу и нашему обществу, и нашему государству, все заняты работой. В частности, на Мозырском филиале – это электрошиты, также комплектуют светильники. А непосредственно на нашем головном предприятии – сидения для наших стадионов. Это и кресло для детей, для автомашин. Это и опрыскиватели. Не падают духом и работают и над собой, и над собой, и на предприятиях. Живут нормальной, полноценной жизнью. На наступном тыдне в Гомеле плануется подвести выники реализации мероприемства в рамках республиканского месячника «Человек с белой тростиной». Не ведущий – «звычайный гражданин», только со своими особенностями. Наталья Игнатенко, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель».